Антифашистское движение в России создалось в эстакаде на концертах Пурген. Алкажи, шинель у них и тельняшка, вот как панки выглядят в советское время. Я говорю, а кто такие? Они говорят, ну вот некий стик там, типа, и венгар, типа, знаешь, стик венгара из четырех тараканов. С мислицем тоже смешно было. Мы с ними играли, они нас разогревали. Такие звезды, блядь. Я подхожу, смотрю, сцена, короче, Един России. Я говорю, слушай, вы что, охерели, блин? Друзья, всем привет, меня зовут Леша Желтый, рядом со мной Руслан Пурген. Спустя несколько месяцев мы наконец-то добрались до него с вопросами от подписчиков, их получилось 25. Руслан, привет. Привет. Ну вообще, как бы ты немножко ошибся, я Руслан Желтый, понимаешь? У меня на дорогую краску нет сейчас денег. Ну ты как, готов? Да. Первый вопрос, самый, наверное, популярный, это вопрос про угла. Лидеры группы Оргазма Страдамуса, знаком ли ты был лично с ним, с творчеством? Как относишься, общались ли, как общение ваше происходило? Конечно, у нас и туров несколько было. У нас был один человек, который занимался концертами на обе группы. И как бы он, ну попросил сделать так, чтобы Оргазма Страдамуса съездил с Пургеном, немножко их подраскрутить по России. Потому что они тогда были популярны только, ну как бы, в своем регионе. Там Урал, вот это Улан-Идэ. Вот. И мы к ним ездили, кстати. Когда с ними играли, как бы они это как его. Сразу забивают эти, как бы, косяки, типа закуливают, знаешь, типа, это нормально. А там такой ДК советский старый, я думаю, ну а мне уже смешно, знаешь. И дверь открывается, короче, перед концертом в эту гримерку, и заходят буряты, короче. Один такой, как бы, маленький, толстый такой. И два таких, они маленькие, толстые, а у них как бы это, и одна как бы худая. Они в полицейской форме, вот этой смешной, из 90-х годов, не по форме, короче. И они заходят с овчарками, короче. Ну, короче, там еще вот такой дым витает, вот, у оргазма Страдамуса. А тут три бурята заходят, короче. Ну, я прям смеяться начал. И они эти, ну, милиционеры, короче, они, ну, просто от того, что я ржу над ними, просто они не поняли, в чем дело. Ну, как бы, ну, они, видимо, им сказали, что москвичи приехали. Ну, и как бы я стал хохотать, и они просто сразу, извините, заскромничали и ушли со своей овчаркой. Короче, вот такой концерт был. А так, что, они нормальные ребята, как бы, ну, обалденные. Ну, а что вот про эту философию анархоаморализма, саморазрушение? Ну, что, ну, они показали, это, как бы, ну, это плод Горбачевской, Ельцинской либеральной политики. Вот, как бы, они довели нормальных людей до того, что, как бы, ну, жизнь стала, ну, не имеет ценности. И они, как бы, вот, как сказать, как герои, можно сказать, ну, показали, к чему все это ведет. И умерли. Ну, что ж, думаю, хороший ответ. Перейдем к следующему вопросу, тоже про музыку. Какие отечественные пангруппы считаешь правильными? Твое отношение к наиболее известным у нас в стране группам данного направления гражданская оборона, сектор газа, монгол-шулдан? Ну, как бы, конечно, все три группы противоположные чуть-чуть. Ну, и в то же время немножко, конечно, и похожие. Но я что-то, конечно, вопрос не понял, правильные группы это что за правильные? Хорошо, что неправые группы, правильные группы неправильные. Ну, видимо, которые соответствуют твоим представлениям о панковском группе. Не, ну, я в прошлый раз, вы меня спровоцировали, как бы, ну, как бы, назвать, как бы, назвать на это вашу группу. Ну, групп в России до хрена. Я просто, как и вы, находясь в музыкальном этом панк-хардкоровском мире, понимаешь, я, как бы, смотрю именно больше на личности. Бывает так, что люди классные, как бы, ну, я, как бы, смотрю на группу, как еще, как личность, как сами люди, понимаешь. Ну, я опять не буду, ну, что я перечисляю. Нет, ну, давай становимся тогда, вот, гроб, сектор газа, Монголсу, да, вот, на этих трех группах. Ну, гражданская оборона, они, в принципе, все три группы, это, на самом деле, советские коллективы. Советские коллективы, и они, как бы это вот ни странно звучало, что в нашей стране часто, вот, как сказать, они, такой феномен существует именно в нашей стране, в других странах, как бы, есть похожие явления, но они немножко другие. То, что у нас многие панк-группы, они патриоты именно, как бы, своей страны и мира. И, в принципе, что гражданская оборона, что Егор Летов, Юра Хой, они патриоты России были, хотя были анархистами и панками, понимаешь. И, вот, то, что сейчас, вот, эти ультралибералы, подыхающие, понимаешь, они пытаются, как бы, вот, как бы, их выставить, что они тоже были, как бы, ну, предателями. Но, на самом деле, они патриотичные, и, ну, как сказать, у них были разные периоды, и у меня были периоды. Просто, когда было коммунистическое время, мне было прикольно, ну, тогда был такой настрой, понимаешь. Тогда раскручивали на то, что, типа, вот, как раз при Горбачеве все это началось в 85-м году, что, типа, США круто, капитализм круто, социализм говно, Советский Союз говно. И, как бы, сама элита коммунистическая на то время, она уже была прогнившая и предательская элита, вот эти коммунисты. Они, как бы, это все и портили. И вот это настроение такое было, что, ну, как бы, Летов, он, как бы, первый, но начал, там, использовать, там, мат, например. Но он его использовал грамотно, не как у тырок этот, блядь, из Ленинграда, понимаешь, по шлятина просто. А, как бы, он грамотно все делал. И это было круто, необычно, потому что, как бы, например, в 85-м году я слышал мат в песнях, да, но это был зоновский шансон. Ну, понимаешь, как бы, в Советском Союзе, ну, это было не принято, так не разговаривать, это, как бы, ну, сапожники, там, конечно, там ругались мастеровые люди, но гражданка было круто. Но потом, как сказать, они потом стали национал, я фанател гражданской обороны, там, год-два, у меня все альбомы были, я все слушал. А потом он уже ушел такой вот в этот, такой наркоманский такой, абстрактный такой вот этот арт-рок такой, во-первых, по музыке. Ну, так неплохо было, как бы, прикольные мелодичные песни. Но он пошел в национал большевики, ну, я такой, такой радикализм не принял, там, с Лимоновым они начали, они уже, как бы, начали. Но, в принципе, осознавая то, что сейчас, он, в общем-то, делал то же самое, что и мы делали. Просто мы больше так, ну, мы же все-таки в европейской части, ну, европейская Москва живем. И мы более так делали, как сказать, ну, культурно. И, допустим, я ненавидел ни Ельцина, ни Горбачева, мы там стебали их, понимаешь, ну, на обложке повесили там мертвый президент при его жизни, понимаешь, там же лошара просто, понимаешь, он как бы сам мертвый предатель и страну мертвую сделал. Понимаешь, Алетов, он прям вот откровенно, типа, мы большевики, мы, как бы, анархисты, мы сейчас с автоматами пойдем там. В каком-то интервью у тех годов как раз говорил, что нужна революция. У них получилось так, что я с ними разговаривал, когда мы вместе играли, у них просто стали правые ходить на концерт. И скинхеды, и нацисты, короче, и панки анархисты. А это, как бы, можно сказать, такая противоположная тематика. Пурген не ходит правые? Нет, конечно. Ну, как бы, как что-то правые, ну, конечно, не ходит. У нас, как бы, мы, мы, как бы, против таких ультра радикальных явлений. Ну, это понятно, но из 90-х многие ребята, кто там левые, правые, все там слушали Пурген, гражданскую оборону. Но это сейчас немножко другое, это другой, как бы, разговор, в принципе, антифашистское движение в России создалось в эстакаде на концертах Пурген. Потому что баны, нацисты, скинхеды, с группниками объединившись, они собирались там по 200-300 человек, приезжали, именно знали, что, типа, сейчас будет там тысяча панков соберет со всей Москвы и с области. Понимаешь, и, а менты, грубо говоря, ничего особо не делали, понимаешь, они только мне начинали, там, тысячи шухер на районе навел, столько панков собралось, панки там тоже троллейбусы разбивали, понимаешь, там метро вагоны разбивали. Понимаешь, тут, как бы, и менты, грубо говоря, им наполовину было, как бы, ну, ну, пусть скины побьют панков, панки скинов, и всю эту шушеру, типа, нахер, типа, здесь, понимаешь. И, и создалось вот это антифашистское движение, как бы, когда там 200 человек сначала шли, провоцировали, там, нападали, били, чтобы общая толпа прошла, понимаешь, вот такая тема. А Гражданская оборона, они мне другое рассказали, то, что у них прям на концерте убили одного панка, понимаешь, правые. И они тогда озвучили, что все, никаких национал, типа, вот этой, типа, тематики не будет. И они отошли, потому что они уже все-таки в возрасте были, им надо, хотелось, играть концерты, а они понимали, что это гремучая смесь, надо как-то определиться с этим. Потому что, ну, ультра-правые, ультра-левые, это все крайности, сделанные специально, как бы, для политики, это, короче. Вообще, по-хорошему, надо быть центристом, адекватным человеком, и все. Вот, и после этого мы уже начали с ними вместе играть, и вот, как бы, это, в общем-то, мы сыграли, он там через какое-то время умер. Я, как бы, тоже тогда понял, что сначала, как бы, Хой умер тоже от наркомании, от алкоголя, от алкоголя, потому что он там тоже за несколько дней там водяры выжил, там, понимаешь, герычем кололся. А лето, скорее всего, как-то, ну, тоже, там, мягко, пивасик, таблеточка, он такой поинтеллигентнее был, как бы, ну, все. А тогда им было по, ну, сколько там, 37-40 лет, понимаешь? 40, да. Да, понимаешь, а мне там было по 30, я думаю, что это такое, с 10 лет пожить, и я, как бы, ну, тогда, как бы, он умер, водки выпил, типа, там, это, как вот, на следующий день позвонил жене домой, соболезнования, как бы, ну, принес. И это, как его, и завязал, как раз тогда у меня такой период был жесткого, такого, стрейтэджи, там, я три года вообще, там, ничего, вот. С Юрой Ховой по-другому, были несколько, там, как бы, предложений, пересечений по концертам тоже, но все-таки они уже тогда были вообще такие, как бы, какой-то уже такая, типа, панк, панк-рэп уже какая-то, они очень популярны, там, стадион, там, тоже, там, ну, там, их все слушали, все подряд, это такая народная уже стала группа. Ну, да, он выступал, там, в костюм, в рубашке. Ну, да, 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 не, они, там, уже, у них, там, про солдат песни, такой, прям, уже патриотизм пошел, который, а мы, как бы, вообще, были, там, были на ультре эти ирокизники. Вот, но когда Хой умер, нас пригласили, мы играли, ну, был концерт сразу, несколько концертов, было в память Юры Хоя, там, 40 дней, или там, ну, что-то там, это было сразу, короче. Там был Кокпурген, Король Шут, Наив и Айвкей. Это мы сыграли в Воронеже, в центральном, таком, ДК, потом мы сыграли в Москве, в Булжняках, вроде, и в Питере, в Крупном, тоже, Ледовый дворец, что ли, там, какой-то. Как бы, вот, тогда не отдали, а потом уже, когда в Астакаде я делал концерты, тоже, там, тысяча, тысяча, двести, народ ходил, много, постоянно делал концерты, и мне начали звонить Сектор Газа, который, типа, мы, говорит, собрали группу, музыканты, ну, типа, вот, уже без Хоя, типа, Сектор Газа, там, два, и, типа, давай, мы, ну, будем с вами играть в Астакаде, типа, там, за 500 баксов, ну, вроде, как, что-то такое, я помню. Я говорю, ребят, ну, как-то, ну, ну, у нас там такой трэш-хардкор, мы играем, что-то, как-то, сейчас, Сектор Газа, под вашу драм-машину, эту, как бы, вечером на лавочке парочка сидит, прикольно, но, блин, у нас там другой, как бы, Угар-то идет, вообще, трешняк, как бы, безобид, ну, прям, ну, и, как-то, я не знаю, для меня, Сектор Газа, Юр Хоя, ну, я понимаю, что, ребята, тоже музыканты, да. Это как и Оргазм Астрадамус, и, как бы, все группы, которые завязаны на одном человеке, и все... Ну, потому что там даже не завязано, а просто, как бы, там, 90% материала сочиняет человек, и он, как бы, вот, одухотворяет, как бы, эта группа, одухотворенная с его, как бы, с этим... Монгол Шудан, у меня были пересечения тоже старой группы, но я, когда их услышал, я так, все-таки, уже, там, больше, там, такой, знаешь, панхаткор слушал. Монгол Шудан прикольный, но мне из тех времен больше понравился даже Эст, первый альбом, тогда был первый альбом Эст, и Монгол Шудан, и вот, как-то, так появились, Эст, такой, типа, а-ля Мотерхед, А Монгол Шудан больше вот такой, вот, анархисты какие-то, вот эти, знаешь, как бы, там, на лошадях, такая, какая-то, больше, такая, историческая тема, там, знаешь, там, махновцы, вот эти шапки, и, как бы, ну, блин, ну, я как-то пытался сделать, такую, как бы, музыку, такого, как бы, мирового, такого, знаешь, масштаба, ну, плана такого, а это, такая, именно, группа, такая, знаешь, Ну, типа, вот, Ростов Папа, лошади, там, что-то, там, царь какой-то, там, они, как бы, ну, я просто эту эстетику, как бы, ну, мне хотелось роботов и киберпанка, понимаешь, а здесь, как бы, колхоз, синовал, как бы, и, как стимпанк, ну, да, мне там, нет, они не стимпанка, как бы, синованк, ну, ребят, классные, у меня есть общие знакомые, мы, как бы, друг через друга передаем, как бы, приветы, Ну, ну, как-то, вот, не знаю, может, даже играли вместе, я сейчас просто уже не помню, ну, так, прикольно, сейчас они, кстати, я вот, последнее время тоже, как у меня общезнакомые появились, я так за ними посмотрю, иногда, что-то переписываем, все, вроде, и смотрю, они так и утяжелились, они, последний альбом, прям, такой, прям, да, 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 по полу-хардкор, можно сказать, да, 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 они, как бы, такие, взрослые дяди, решили дать жару и показать, что у них, короче, еще есть, как бы, это, порох в их, вот, дробевиках, вот этих, вот, и, шапки у них нормально стоят, короче, меховые. Да, 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 ну, что ж, перейдем к следующему вопросу, вопрос номер три, возможно ли у вас в будущем выступление в Донецке и Луганске? А мы там играли, играли уже, да, мы там играли, мы там и играли, и еще, мы, как бы, только за, и, как бы, но, честно говоря, какие-то, вот, было два-три года назад предложение, но, какой-то оно такое, вял, вял, такое, ну, что-то, вроде, хотим, нет, они пишут постоянно, что, и приезжайте, приезжайте, и в Киев зовут, и туда, и сюда, как бы, мы, мы играли-то на Украине постоянно, и, как бы, давно, ну, Мелоруссия, Украина, ну... Ну, это, кстати, факт, я вот тоже обращал внимание, когда группы летом в туры всякие едут, никогда, вот, нету концертов в Махачкале, я, к примеру, в Грозном, вот, в таких местах, в Иркуте, да, нет, смешного, когда, как раз, ну... Была, как раз, там, война, эта, гражданская, которую Ельцин, как бы, затягивал там, потому что, получилось так, что над этим местом, как бы, была, как бы, бестаможенная зона, и очень многие наши, как бы, достояния, картины, короче, золото, драгоценности... Ты прощечнешься? Да, 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 оттуда просто вывозили, и, грубо говоря, уже сколько там было случаев, когда уже солдат окружают, бандитов, вот этих, боевиков, Ельцин, там, типа, оставьте их, они говорят, все, что, убивать их, он говорит, нет, типа, оставляйте, отходите, они отходят, их убивают, бандиты, короче, и им это было выгодно, там только, вот, начали говорить, что все, там, вроде, как бы, там, как бы, начинают зачищать их, немножко начинают успокаиваться, ну, там, весь город, все в... В огне, им не раз через нелю звонок, типа, а вот, здравствуйте, там, мы из Грозного, хотим, короче, мы тут, хотим концерт сделать, ну, Пургет, короче, провести в Грозном, я говорю, слушай, ну, еще, да и городские телефоны были, я говорю, слушай, конечно, круто, блин, ну, я тут вчера видел, что-то у вас тут, пипец, там, вообще, бойня какая-то, как мы там, что мы там, на развалинах будем играть, у вас где там вообще... Да не, сейчас нормально, тут вот, как бы, уже в нашем районе не стреляют, вот тут за домами стреляют, ну, концерт можно провести, я говорю, слушай, давай как-то, ну, подождем, хотя бы, там, несколько месяцев, пусть, вообще, все, вот, утрясется это, и спокойно сделаем концерт, вот, и... И он такой, ну, окей, окей, типа, ну, и он такой, ну, голос такой, чеченец звонит, панк-чеченец, алло, брат, вообще, не фанатик, фургена, давай, тут, ай, херня, они тут бомбят уже, мы привыкли, нормально, приезжай, я такой, ё-моё, крутняк вообще такой, вот, и раз это, ну, и все, короче, там, несколько месяцев, все, там, войну жестко прекратили, все, там, началось восстановление, И организуют такую тему, как бы, отметить то, что, типа, война закончена, сделали так, что футбольных фанатов, ну, делают, там, какой-то, ну, типа, матч, типа, Грозный, Москва, вот, и чтоб все было спокойно, полный поезд фанатов из Чечни везут в Москву, Их там, в сопровождении, все бесплатно, им все организовали, их привозят, матч, типа, все, ребята, там, типа, Грозный освобожден, Россия вся, типа, радуется, что война у нас, как бы, закончена, вот, и это, какого, и, ну, в новостях, ну, прям, показывают, что, типа, там, сегодня вечером приезжает, короче, этот поезд из Чечни, ну, там, все это такое, прям, было на всю Россию, что, типа, вот, наконец-то, 10 лет, эта война закончилась, И прям подъезжает этот поезд, стоят много камер, прям, центральное телевидение, короче, и все, поезд прям подходит, все это показывает, открывается вагон, короче, ну, и прям такой чувак, прям, первый такой, там, Москва, Чечня, там, Крутняк, и он такой, Пурген, это, Ленин, Ленин Самотыклый, с ирокезом, я думаю, о, Крутняк, наверное, этот чувак мне и звонил, и прям, по всей России, прям, такой кадр был на весь экран, что он, прям, ну, круто. Перейдем к следующему вопросу, любопытно, про быт Руслана послушать, чем свободное время занимается, что смотрит? Смотрит лес, смотрит. Да быт какой, честно говоря, ну, я уже говорил, чтобы это какого, не было даже никаких позывов коммерциализировать коллектив. Мы сделали какие-то дела и начали вот какими-то делами заниматься, и, грубо говоря, получается, что в 12-м году я вот решил, как бы понял, что мне помимо музыки еще машинки интересны, ну, и там все, как бы, музыканты тоже что-то себе нашли, вот, и, в общем-то, у меня пять лет я строил, как бы, ну, вот, как бы, вот это здание собирал коллектив, ну, под реставрацию машин, кузовной ремонт, вот, и последние два года дом строил, как бы, и сейчас у меня, ну, просто восемь лет получается, вот, жестко просто, вот, созидание, стройка, да, стройка, стройка, работы, стройка, вот, и, ну, сейчас вот у меня год назад пятый ребенок родился, вот, и, ну, с утра просыпаюсь, маленькие они еще, ну, с утра, как бы, там, с ними занимаюсь, потом иду, там, на работу, вот, строюсь, ну, короче, строюсь, работаю, строюсь, концерты, репетиции, короче, прямо, бешеные, да, построил дом, вырастил сына, ну, не вырастил еще, посадил дерево, еще там 25 лет расти, там, 30, ну, да, дуб я сожрал, вот, хорошая, позитивная, созидательная программа, да, ну, как бы, да, вполне очень правильно, ну, да, следующее, просматривая интервью, человек пишет, прошлое, постоянно ловил себя на мысли, что у Руслана есть схожие черты лица с Петром Мамоновым, калистым Звукиму, есть ли среди родственной связи у них? Ну, друзья, у меня вообще есть с ним, но, как бы, может быть, есть, я не знаю, если он, там, коренной москвич, как я, может быть, мы все немножко, да, я из московской области, так, как бы, мои, как бы, там, предки, я из-за этого и уехал в московскую область, мне как-то там, это ближе, Ну, мне это еще в 90-е говорили, да, там, когда все это, там, в 94-м, когда он еще помоложе был, он же в этой, в Иглея снялся такой, еще, когда ему там было 40 лет, он тогда еще, просто, вот он меня на 20 лет старше, он тогда начал правильную тему, говорит, что, типа, все из Москвы, давайте, типа, за город строятся дома, я сейчас его смотрел, ему там уже лет приличные, он там уже на своем участке, он сказал, я уже целый город сам себе выстроил, он говорит, там, дом, банька, там, еще какие-то пристройки, он там, говорит, строюсь, строюсь, класс вообще. Не, мужик классный, и актеры отличные, и музыканты интересные. Ну, в общем, про родственные связи неизвестно. Все мы люди, братья. Фильм и книга, которые произвели впечатление, любимая марка машины. Тогда в Советском Союзе показали фильм в 77-м году или 80-м, полет на гнездом кукушки, очень мне понравилась такая книга, в школе читал «Преступление и наказание», мне очень понравился. Ну, вот это хардкорское настроение, как раз конец 80-х, как бы, подростки хардкор любят всякую, знаешь, вот этот взбрат, экстрим, хардкор, напряг, понимаешь. То есть «Преступление и наказание» ты нашел тоже что-то хардкорское? Это трэш вообще, вообще, грайндкор, блядь, чувак студент убил бабку, блядь, чтобы не платить бабки, она вообще пипец, трэш. Достоевский, он уже сам, блин, скорпион такой, какой-то, блин, мрачный вообще, пипец, и в Питер. Там вот сейчас, блин, вот этот отмороженный, там вот этот преподаватель, который там играл, там этого мне придурка, кого там, наполеона, да, девочку завалил, но это пипец вообще. Ну, сделаем ставку, что это Питер. Ну, дождливый, европейский, в Европе много извращенцев, убийц, млядь, всё это, там у них колпак и съедет. Это Лори из Питера просто. Ну, понятно, по её вот этой злобной улыбочке. Да нет, Питер-то крутейший город, я там с 86-го года, я там и жил одно время, и как бы, ну, а у друзей полно. А в Там-Таме ты бывал в Там-Таме? Мы там играли, все его гайки, мы там как раз играли, там на первый концерт, мы там и с Корлём Штом, они тогда только начинали, там, познакомимся с Вибратор, пришли на наш концерт, я думаю, блин, хоть два панка нормальные пришли, там как раз два Вибратора, я думаю, отмороженные, причём они, ну, то ли они, я не знаю, обдолбанные были, какие-то, они там, эти прыгать начали, а мы приехали, они там, походу, в шоке, что из Москвы приехали такие, а мы там эти, они всё говорили, что он как эстонский панк, я говорю, блин, я не знаю, как эстонский панк, ну, Вилутама я знаю один там, мужик классный, Мы-то так просто в мировом, как в Англии, просто для них шов был, они такие были все-таки тельняшечки, а эти два были как бы вибраторы Даня и, может быть, я не знаю, Юра барабанщик, ну кто-то вот и второй был тоже, они уже такие были, как бы в байкерских куртках таких, знаешь, с красным рукавом, я думаю, и такие помойки у них, как говорится, все движутся, я думаю, е-просто, хоть, ну, пару человек, хоть похожие на панк, значит, точно как эти, они все думали, что мы, бля, из театра, бля, знаешь, космический, Бля, знаешь, инопланетяне, ну, как бы там, там, что у нас в Москве, там тоже все там, о, бля, там, они все просто алкажи, там, шинель у них там и тельняшка, вот как панки выглядят в советское время, понимаешь, как эти, непонятно, бомжи, бля, так на вокзалах выглядят, наверное, там были панки, такой протест, знаешь, бля, и все, я смотрю, два нормальные чувака, ну, они просто, там такая труба в там-тайме была, ну, такая антивандальная, вот так одна, И смотрю, там, как бы панки прыгают, прыгают, типа, о, круто-круто, а эти два просто вот с трубу вот так взяли, с открытой мерталью, на нас смотрят, понимаешь, и они мне через пять песен, как бы, ну, так достали, короче, я так по приколу, короче, их, ну, в грудь толкнул, типа, идите там, танцуйте, что вы тут стоите, что ли, библиотека, что ли, ну, что вы, наверное, смотрите, вроде прикольные, а они, о, знаешь, какая-то, приехали, А они не поняли приколы, ну, питерские же, они такие, знаешь, морячки-панки, знаешь, там, там, пиво-пей, пиво-пей, рыба-пиво, рыба-пиво, морские панки, короче, такие, знаешь, гля-бля, шведы, знаешь, вот это, там, скандинавы, короче, и они не поняли, бля, приколы, и начинают, как бы, у меня за руку хватать, меня со сцены сталкиваешь, что, типа, знаешь, как будто я, я говорю, придурки, шли, я говорю, идите, покоп moderator, него это типа не агрессии это типа дружбы ну конечно и они пошли как бы ну пока танцевать я думаю его простого блядично 93 94 год отыграли концерт сева гакель это делал нам концерт короче такое тоже блин он этот флейтист из аквариума да вот и мы короче и отыграли и там из гримерки выход был короче ну на задний дворик я туда выхожу такой ну ночь уже идет такая и там такой ну как вот этот у них там дворики такие знаешь какие-то были таких подок как закрытые вот эти знаешь как колодцы короче выхожу вот 90-е годы для любителей могу напомнить ну шприцов может быть 200 маленькие шприцы все короче усыпано просто там там ходить опасно просто все в шприцах я думаю и опрос это просто думать что эту завод трудно отврат такой так забыл да потом мы короче это приехали ночью на поезд что-то там мы с каким-то чуть ли не блин собаками от добирались и мы раз так типа я стою типа на кафешка голодный пипец думаю ну хоть там какие-то сосиски бутерброда как он знаешь и стою чувствую что это раз тип у меня что-то хоп-хоп по карману типа я так автоматически хоп руку блин смотрю паспорта у меня паспорт здесь был в этом я раз ловлю руку типа подымают а вот двухметровый бандит такой стоит вот такой бурят уловки смотри нормально я просто хотел показать что-то чуть паспорта так нельзя носить я горю тут и ты ну типа вор ну типа ну а чё ты ну да бля и горит ладно теперь видишь вы горитова бля круто там типа крутые чуваки музыканты там знаешь давай горит ладно ты меня поймал что типа я тебе паспорт у тебя вытащил менять его короче мутер тебе я здесь как бы ну смотрящий короче за московским вокзалом на ленинграде и реально 2 метровый шпалин пошел мне купил бутерброды и как бы рассказал тогда как 90 что где деньги держать где чего там прятать чтобы у тебя это не вытащили раньше было очень много воров было голодные времена там чуть 90-м пипец был отправ в общем вы подготовлены да я потом уже знал как уже в питер ездить капец и деньги там это там и сколько раз кармашек там к трусам бара надо у нас милицию забирали там в этом питере любил любимая марка машины вот это еще вторая часть вопроса ну больше всего мне нравится зис зис сталинский короче потом на втором месте у меня идут чайки газ потом мне идет потом мне нравится кого на волге очень нравится потом мне нравится раньше нравилось cadillac вот из американцев если cadillac chrysler линкольн ну такие вот как на обложках у вас ну да такие они экзотические тачки но старый как большие точилы они просто в принципе как бы что в советском союзе в сша большие страны вот и подход был одинаковый в общем то что вот что волги что газ они в общем то и сотрудничали вместе потому что я вот как бы это тоже ну под проект покупал себе например первую волгу газ м1 это черный воронок м к вот я хотел хот рот сделать но как бы в связи как бы ну с постройкой мастерской я продал мне было коллекции 20 вот этих здоровенных фулл сайзов короче вот и я и долго держал к и когда дом стал строить тоже слил короче ну вот подумав ровала какой-то там транспортный налог платил за весь свой автопарк я никогда ничего вообще не платил тогда ничего не плачу я их на себя не ставлю я даже когда и раньше занимался в общем-то тачками у меня много людей разборщиков я беру бэушную тачку чтобы никуда ничего деньги не ушли нахожу здесь разборку и беру просто бэушные запчасти грубо говоря утилизируем здесь как бы эти тачки свою привожу это во первых дешево одной и ну mercedes мне нравится mercedes мне нравится по подвеске больше вот так если из европейцев но дорого понимаешь дороговато и как бы ну маленький mercedes как бы но он слишком маленький европейцы маленькие как бы ты сам на чем я здесь вот ехали я увидел какую-то машину шестерку подумал что ты за рулем сидишь оказался нет 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 жигули нет не у меня были жигули у меня и там я учился на жигулях и как бы ну здесь был у меня пару помоечных машин у меня тут было такой со стройкой все это связано сейчас последние годы я сейчас тоже меня уже подташнивает от этого говно машину тут грубая машина как расходник примерно 5 тысяч я задних рублей там на 10 тысяч рублей это уже нормальная . короче у меня работали здесь таджики жесткие такие я уже тут грубая у меня сейчас тоже там многие спрашивают знакомые три года назад могу написать книгу короче как построить короче автосервис без денег а сейчас за два года я уже могу вторую часть написать как построить дом без денег понимаешь вот но это были постоянно жесткие короче были приключения на и вот у меня работает тут таджики короче они наняли как бы еще несколько таджиков короче по-русски не разговаривают специфика такая я как бы уже сейчас как бы с этой работы с этими стройками я уже как бы изучил все национальности практически как бы но которые в советского союза и раньше как ну как москвич там знаешь музыка там рисование там я никогда не пересекался как бы ну я прихожу как-то вечером ну таджик здоровый такой бред двухметровый короче ну где-то мой ровесник а мы привезли короче когда строил это здание ну вечером мы с дедушкой короче мне помогает один тут мужик прикольный у него нету у дочери свой строительный рынок короче и мне помогает вот это как бы одно из как бы она нет он просто вижу ли на он говорит и нормальный парень типа а здесь как бы ну есть армянский сервис там грузинский сервис а он такой местный мужик он говорит я вот хочу тебя помочь тебе просто человеческий ты молодой парень активный типа дайте помогу но грубо говоря например не в на это здание обсчитывали например стеклопакета получалось 300 тысяч плюсы еще установить понимаешь я думаю его просто ты например там это какого секционные ворота например они там по 100 тысяч рублей на же давай и про это 500 тысяч только блина кошки сюда вставить даже там влупил когда издание а тут еще блять внутрянки столько понимаешь но мне звонит говорит служи тут а он у него дочь замужем за депутатом и у них есть свои строительный рынок и они дедушки купили газельку короче чтобы он ну не бухал короче он строитель такой там строил какие-то бэшные в москве здания бункеры строил профи короче меня тоже есть второе образование строительный и он мне звонит например просто один вот из таких случаев он из-за ингарта руслан слушай тут один полковник кгб как московской область тут всякие знаешь необычные люди живут короче он грит в прошлом году построил коттедж у него стояли типа стекло купил новые окна в этом году типа выходит короче с коричневой типа рамочка и стекла и они такие зеленые подтонированные с улицы не видно ну кгбшник хоть старый но все равно кгбшник понимаешь хочет чтобы его не видно было подослушалась туда-сюда снял горит со всего здания горит стеклопакета там пипец гора ну вот а получается так что там ну там 20 может быть огромный 2 на 2 окна таких гигантских грита молдаване ну прораб короче там украинцы молдаване они сняли короче и поехали поговорим игры ну поехали приезжаем туда у меня на кармане 15 тысяч рублей а мне сказали как раз это 300 тысяч все мы приезжаем туда они показывают этот прораб такой ну такой за жирный такой здоровый строительство говорит вот стеклопакет стеклопакет окей я бы почем углы там я 7000 окно босс бля хотя они бесплатно вот я говорю слушай давай так у меня есть 15 тысяч рублей на кармане 13 тысяч я тебе даю короче а 2000 даю как бы миша за газель и ты чё там да ну на понимаешь игру миш пойдем мы так потихонечку начинаем как бы отходить ну как бы все и задел 1 ладно сюда давай 13 тысяч короче я за 13 тысяч покупаю короче сразу остекление блин а все боксы понимаешь они меньше грузит мы выезжаем повезло ну не повезло а это все так потому что те люди к тебе просто удача сопутствовал все это время пока ты ну и удачи злова еда и подключаешь голову ты думаешь как потому что несколько например знакомых которые тоже типа строили начали ржать типа знаешь счета строишь это было бабло как это херну или панкух и какая-то мы горит пошли в банк взяли 3 ляма короче купили все для нового оборудования там все мы сейчас строимся таки на пафосе подъезжают нормально чуя по-панковски вот я его и по диайва и у меня все диайва и устроили какие банки но сейчас мы обойдутся на масончике вот так через год короче я уже работаю все спокойно мы тут реставрируем эти приехали горит прямо не уложили в пипец наху продали все за лям и 2 миллиона должны вот вот такой бизнес понимаешь короче раз мы типа с этим дедушка кристаешь ему блин 60 лет он мне помогает привозим эти стекла окна до газы а у меня здесь два таджика короче который там мы тебе щупа ваще красиво блять танк проедет вот так те сделаем я прихожу короче один лежит для бухой на я говорю слушаю это подъем ком цумербита горю давай помогая разгружать на тут с дедом на херили чуть не подохли там блять каждая бля рама по 100 килограмм для вот эти вот да 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 ну вот эти вот эти которые я вот выпилил отсюда заложил ну вообще везде по всему зданию да вот этот окно блин два на два метра с дедушкой он там и так мне помогает на пипец на и раз типа у нас бы как бы ну они строят они разгружают они строители понимаешь какая тема и все я прихожу он короче это ослаблячит а мне лень сейчас я пойду 2 который плохо по-русски говорит который типа делает и шум вообще ничего не понимает я короче говорю давайте собираемся давайте разгружаем но уже вечер короче и он идет сюда короче один вот здесь ковер кладет и начинает типа клайка ложится на ковер и начать аллах бар игру слушай но я конечно уважаю там религию вашу все приехала машина вы чё тут два клоуна то есть изображаете надо мы и так часто учат сдохнем быть чего вы какие у нахрен строители вы просто разводос а у него план был развести набрать просто каких-нибудь вообще там диких совсем саула таджиков и заставить их работать а самому просто вот кайфовать понимаешь двухметровая такая шпали на это тут молится аллах акбар говорит я не могу работать у меня все были не могу аллах не позволяет то для лежит для тоже знаешь что-то чешется игру все чуваки все нормально завтра чтобы вас есть не было все я прихожу на следующий день дождь такой идет как сигнаешь дождь идет все слякать он подходит например ты просто про жигули я рассказываю извини что как бы долго я подхожу короче к нему это двухметровая таджикская шпалина короче падает прям в лужу на колени меня хватает меня за руку бля и начинает целовать руку и брат и колючками мне суда и слюнями бля игру ты чё уйди на брат мой ты короче не гони бла не гони я говорю брат у меня в москве живет игру встали отсюда нахер блять собрались и брат ты тут всех знаешь менток бандитов хороший блять пистолет не боевой нужен какой-то нахер боевой пистолет нужен мне надо двух очей кавказцев завалить игру слышь ты вообще дебил отмороженный каких отчей кавказцев тебе завалить надо иди нахер отсюда короче там один другого бросает и они меня короче оставляют жигули вот это 99 потому что там они взяли чуть-чуть предоплату и со всей этой клоунадой своей вот этой короче они мне бросили тачку я начинаю на ней ездить было первый раз на 99 бандитская тачка из 90 ну там бетон в нее гружу просто она вот там ложится короче я приезжаю тут на рынке все ржали я прям загружаешь тонну блять на девятку и она прям ускребет по асфальт класс как это знаешь рэперы негра лоха и даже там просто в бетоне еще луганскую рыбчину то доставил как раз это вот четырнадцать пятнадцатый год мне из нее что-то начало течеть что-то дымить короче я раз около тут тут болото есть короче около болота заливаю но ведро воды туда болото прям стены туда в тачку думал кулас для на неубиваемая девятка короче месяц-два я тут разрулил разурулил все и короче она у меня я прям подъезжаю сюда короче на дороге она меня прям глохнет все в мотор клина словил все он там грелся еще ну класс вообще за два месяца и убил ставлю на ней пишу 17 тысяч рублей при на дороге как она сломалась 17 тысяч рублей все приезжают какие-то эти это тоже какие-то блин такая какие-то были на твои детали азербайджанцы какие-то пацаны такие али бандиты азербайджан не берем твои тачки они и прям тут на дороге ремонт и капремонт моторы сделали поехали на следующий вопрос музыкальный у нас для человек спросил нравится ли тебе такая классика как рамон сандертонс вас кокс они все-таки считаются основоположники поп-панка которые ты так не любишь который ты так не любишь ну я не то что прям не люблю поп-панк мне как бы срать хотелось на поп-панк на все это как бы мне похер вообще вообще ну как тебе сказать ну просто ну слащавая коммерция когда появилась они появились гораздо позже да я кстати вот тоже хотел сказать что поп-панк это все-таки явление наверное годов 90 2000 на 90-е группа не а рамонов это это студенческий панковский рок-н-ролл мне они нравились как бы когда я вот слушал там мисвиц понимаешь как бы мы с мисвицем тоже смешно было мы с ними играли они нас разогревали такие звезды и вас разогревали они нас разогревали мы заходим типа ну на фестивале в чехии короче крупный фестиваль вот и короче это мисвиц наша гримерка и гримерка но я захожу о привет мисвиц они там были ткачки такие пенсионеры для красятся вот это были свои скелетосы короче я такой ох привет там типа а ты откуда американцы нашел я игру из москвы был на нашем концерте я говорю да я как-то ну сейчас на концерт уже не хожу так ну музыканты пургемский приходили перед нами играете я не знаю когда мы играем чем играми пофигу когда мы играем пас ну так знаешь мне медиатор вот короче я беру подарок заходит короче я говорю ну вообще я думаю ну бля колонат какая-то американская для звезды хреново для вот и заходит короче ну админист этот организатор концерт так миссис короче на сцену фурген следующий играет и тогда они с каждым годом все медленнее и медленнее у них там этот их бульдозер короче я думаю сейчас весь зал уснет просто до пенсион рок кинчев наверно бодрее играет чем от миссис в общем остановимся на том что рамонов андертонс баскокс и остальные ребята тебе нравится некая ну андертонс баскокс это как бы что-то как бы я ты так не но рамонов когда как бы они были так-то-то-то-то-то-то-то-то-то я думаю классно понимаешь это как бы ну это для другого времени было музыка эта музыка не 90-х годов понимаешь и блять не ельцинского периода стопудово понимаешь здесь прямо блять мурочняк на конечно и меня экстримной стеррор тогда любимую группу в девянос третьем году дмитрий спирин как раз в это время слушал рамонов даете это понятно хотя он говорил что все были металлист я насколько я понимаю ты как бы говоришь а вот этому парню потому что меня много панк-хартур разведка постоянно докладывает что как бы ну некий там персонажи понимаешь ну что-то там постят какие-то посты про меня чего-то там высказывается да я говорю а кто такие они горят ну вот некий стик там типа и венгер типа знаешь stick венгер из 4 тараканов я думаю что за хрень такая что за стик блять венгер из 4 тараканов ну я как бы не разбираюсь в этом как бы ну либеральном понимаешь болоте понимаешь я как бы олегу диагенту звоню а он как раз такой типа там и в тех кругах и в тех кругах короче знает нагруз слушай что там блять какой то есть некий стик короче блять венгер бля и 4 тараканов что-то он там какой-то кургу пишет ну видимо как бы это что там инопланетяне блять у него какие-то ну то ли употребляет что я не знаю я бы что там что такое там он говорит ну есть такой типа персонаж один и присылает мне видос короче олег диаген я смотрю видос а пипец блять какая-то неадекватная блять тёлка какая-то снимает блять голая свою блять сверху знаешь это какого ну как бы там блять погину блять что-то и там этот стик короче он что-то блять там ей лежит блять бред я думаю ёпта я говорю олег ты чё мне вообще прислал он говорит но это и есть вот этот блять стик который как бы ну думает что там инопланетяне ему везде месяц фу блять ты зачем мне это напомнил я говорю олег бля больше не надо мне вот это присылать на его я просто к чему спросила об этом вот про разность что вот кто-то да ты вот на мрачной музыки был но были люди которые жили с тобой в одно время и слушали более позитивную музыку такой как рамонов ну хотя она я тоже слушал да примерно да ну я тоже да нет я тоже слушал но мне из таки из такого музона там больше бэд брэйнс нравился понимаешь такой как бы ну понимаясь там вот такие группы как бы скейтпанк мне очень нравился свое время как бы и и но и фикс первого альбома прикольный понимаешь я как бы на самом деле но у меня был как бы когда я был вот подростком я его так и думал что типа либо идти как бы ну такой так как бы суицидал тенденц у меня как бы вот и либо суицидал тенденц мне нравится либо рамон с такая типа ну веселуха развлекуха но понял что нет но потом в конечном как бы следующих альбомах у нас были много классических панк-рока там индустрии смерти там понимаешь эти вот атомная романтика весь альбом это обычный панк-рок понимаешь добрый веселый панк-рок классического панка но это песенка пивного панка это вообще это была группа satan klaus такая и у них все было пробухло короче они сочинили четыре песни мы группа satan klaus у нас четыре песни и все типа и бухают короче там знаешь и весь год они пьют короче я говорю блин еще вот такие вот ну как эти как лохи алкаши выкача какие-то там панк-рок музыкант а чё такого где-то 2 до хочет и сейчас за пять минут сочиню песню короче про вас короче давай я вам прям за пять минут сочинил эту песню там я сейчас пивка попил и немножко трататил понимаешь и как бы это было игры на тебя подарок угол спасибо классная песня понимаешь а потом получилось так что типа но они дальше бухать продолжили я понял что полгода прошло а мы писали философию или там какой-то там альбом и одной песни хватало у нас же все время по 11 песен я вспомнил что вот эта песня которая сочинил как но я и взял ее бонусом просто и записал а так это вот как бы песня satan klaus планирует ли у русла 2 альбом таксиген очень бы хотелось больше электронично от него ну да сейчас как бы вот как раз получается что 20 лет таксиген исполняется в этом году хоть один альбом как бы ну я вообще это сделал как некая акция я в девяносто шестом году я услышал аторитина и шрифты типа прикололся мини стриминальность аторитина шрифт такой киберпанк типа блин прикольный такой это было круто тогда прогрессивно и я подумал почему бы не сделать в россии то почему он как бы вот но я думал сделать оксиген альбом и ну как бы здесь как вот я сделал панк хардкор например и много панк хардкор групп как бы появилась а я думаю сделаешь такую киберпанк наш и много киберпанку пояс и да и мы сейчас делаем 2 альбом но мы вот как бы с крафтом такой габи такой старый хардкорский такой диджей там композитор мы с ним сделали уже как бы час две композиции вот и сейчас еще с одним делаю и с ним и мы потихонечку сейчас сделаем альбом этой развитой как бы структуры компьютеризированы понимаешь можно даже вообще все-все вон я бы все с телефона это дело вот могу здесь сидеть понимаешь сейчас альбом сделать на простом моргенштерн не знаю там так он там альбом записал короче мне я смотрю какой-то блин хрен появился блин вот женской юбки как бы этой бля пипец ну как бы как это студент не студента школьница типа это школьница из советского союза знаешь ну как бы мужик такой бля щекастый в одежде платье школьницы с косичками и что-то типа иракез у него знаешь и типа он прыгает короче это ну в кусты и его там какой-то мужик типа и и и его трахают короче я думаю этой бля пипец это чё это новая бля тму зомбля это новое направление мужик с чеками бля с иракезом с татуировками на лице бля в женском платье его мужик трахать я думаю бля пиздец совсем зашкварище и сука с иракезом еще знаешь и мне херак типа звонить наш типа старый организатор концертов короче один там затем говорит ну слушай я короче сельтру менеджер вот этого мургенштерна я думаю ее просто я вчера это увидел бля он тут уже имеешь и игру слушай короче все с вас бабки блядь вы позорите иракез вы мне должны баба да не 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 он уже без ракеза он уже с пальмой ёпта я говорю ладно у меня шутки короче все привет привет и мы играем короче в этом кирове концерт и мне звонит он говорит слушай у нас типа ну типа но тур типа тоже к сибири там снега да и бля сибирь этого в прошлом году что и был мы горит моргенштерном едем короче мы хотим к вам на концерт прийти короче в кирове я груды не вопрос приходите сейчас проверим какие он на бляд рокер на ну и все и потом он пишет уже мы короче но отыграли этом счетом где там этим ваши там это пальмы надо проверить иракез то есть нет звезды ракет спроза спросить как бы там сколько там бутылка не к вы пришли на за иракез на понимаешь мы в за гробе застряли их не там застряли за 100 километров все так забуксовали замерзли они там все короче игры ну ладно все кранты винты слушай но может быть еще получится встретитесь и может быть даже договориться какой-то музыкальной коллаборации что было бы интересно но вряд ли они поп-эстрада они там уже блять на яхтах там типа там с попснёй там да это ну как бы мне много было предложение и слава богу я отказался от всех предложений понимаешь там и этот мне звонил блин рэпер какого там блин но смс по телефону йоу-йоу руслан давай блин это слава богу с ними записал пипец зашкваришь такой на либердосовской блин пипец вот как говорится взгляды разные у всех последние был прикольное предложение этот какого бекрашен босс написали таляну но мы счет как-то не отреагировали так но эти на веселые ребята с этой попснёй они продажные все им блять деньгами сейчас знаешь сейчас бабки вот-вот-вот-вот были бы у меня вот тут понимаешь сейчас им просто дашь денег они сейчас начнут петь там пургер мля привыше всего на все за бабки делают они реально позорит просто музыкантов я сейчас смотрел несколько передач вызывает людей как почему вот этого почему в рок тусовки столько продажной шушеры всякой почему ты дальше молодежь особенно в панк среде этот продажный не продажный тут клемма это вот практически сразу вешается много претензий было например даже к вам что у вас билеты дорогие там кто-то куда-то на концерт пришел а вас там билет там по 700 рублей были вот типа пишет вот пурген там продажный еще помню с какой-то видео было бы где-то там челябинске или где-то играли там была сцена и там от единой россии было все там вот пурген там под единой россии лег но там получалось как нет но это понятно что это пионеры они там знаешь они еще в 90-е писали что я блять на лимузине ездил ну просто сами фантазирует что-то какую-то херню придумывают а я брал у меня блять volvo блять 79 года какая-то блин который бред педаль проваливалась понимаешь это блять 244 79 года панкух оранжевого цвета понимаешь я на мерседесе лимузине а сейчас прямо понимаешь а например тут как бы другая тематика просто как билеты стоимость билетов мы я я делал концерты мои последние это было эстакада понимаешь у меня там было билет 350 рублей всегда стоил понимаешь и там битком все было валом понимаешь потом как бы вот с этой стройки я передал короче ну организацию сначала как бы талину отдал барабанщику как бы но так тоже не очень мне все понравилось потом олегу передавал сейчас вот как бы просто там booking агентство вот панковская хардкотской занимается колоде володя кому-то они делают и просто понимаешь как тебе сказать вот когда типа в бомжатском клубе делаешь с говнозвуком люди приходят и говорят почему такое говно пожалуйста как бы но пурген много народу ходит мощный звук это аренда большого сразу помещения это все они там рассчитывают понимаешь и как бы 700 рублей это не недорого там получалось так мы приезжаем в этот как его вообще смешно было для мы играем короче фестиваль екатеринбург лесу для они нам дара то что про единая да 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 про вот эту шушерную короче вот этот плакат короче дают нам билеты мы туда прилетаем вот мы играли а потом после нас играли придурки этих как их там большие два вот этих человек бедва фу блин да вот эти блин вот и короче я подхожу смотрю сцена короче единая россия я говорю слушали твычу ахирели блин убрали быстро это отсюда вообще здесь играть не будем а у них как бы билеты это жопа мира были там в лесу бля под ебургом каким-то у них билеты все тоже нам не вернуться оттуда игр давай снимай нахер отсюда угры слушай говорит это типа сама сцена состоит это баннер если снять то сцена просто упадет все я говорю чё загнуть чё за говно вообще как вы вообще додумались делать делать рок-концерт с надписью единая россия это организатор такой ушлый гаденыш такой он такой говорит слушай я решил сэкономить типа бабла взял заявление подал в разные типа там партии типа чуваки давайте типа башбаннер а вы мне там типа ну оплачивать короче там ну что-то там жрату музыкантом или там пиво проставляете короче они ему полцены оплатили я говорю давай снимай короче нет короче либо вы короче но и так играете и когда мы вышли просто многие этого не видели я там пускать каждый песни лучше этого вот это показывал на этот плакат это единая россия буду дурацкой понимаешь я им говорил что типа вот это не должно здесь висеть это ошибка это подстава понимаешь просто как бы и там еще получилось там такой бешеный пугу а там они взяли такие решетки стояли ментов целой куча стояла и короче вся эта толпа панков сносит короче ментов там прикольный было видео она прям все там сносит такая они там уже с элементами пугу начинают на сайт менты в шоке короче бредуха полная ментинь